Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад вас всех приветствовать. От всей души благодарю организаторов за возможность выступить на столь престижном мероприятии, всегда с большим удовольствием принимая участие в конференции «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Сегодня мы поговорим про возможность использования в рахитерапии, в лечении рака предстательной железы. Мы все знаем, что рак предстательной железы классифицируется не только по стадиям, но и по группам риска, по группам прогноза. Их выделяется несколько — низкого, умеренного, высокого, очень высокого. И обычно в этом случае ссылаются на классификацию Дамика. И для разных групп прогноза используются различные возможности терапии этих болезней. Ну и в частности для рака предстательной железы группы низкого риска брахитерапия является самостоятельным и широко рекомендуемым методом, которая вошла во многие международные рекомендации, и в европейские, и в американские, и показала уже достаточно длительные успешные результаты. Мы видим, что в группе хорошего прогноза более 85% вероятность успешного течения болезни в течение десятилетнего периода наблюдения. Это показано в нескольких разных группах исследований. Причём, что важно отметить, вот исследование Стоуна и Стока, которое оценивает уже 15-летние результаты брахитерапии, было показано, что результаты выживаемости без биохимического прогрессирования очень высокие, и не нужно добавлять гормонотерапию для этих пациентов. И мы видим, что у тех пациентов, у которых гормонотерапия была больше 6 месяцев, у них результаты выживаемости несколько хуже в сравнении с теми, которым гормонотерапия не добавлялась. Поэтому брахитерапия является самостоятельным и достаточным методом в лечении этой группы пациентов. Но что касается группы промежуточного прогноза, здесь есть некоторые вопросы. Во-первых, промежуточный прогноз несколько лет назад разделили на две когорты, на благоприятного промежуточного прогноза и неблагоприятного в зависимости от степени распространённости. Мы видим, что это зависит от числа позитивных кусочков в биопсии, если они меньше 50, это относится к промежуточному благоприятному прогнозу, а если больше 50, то к неблагоприятному прогнозу. И вот если мы посмотрим на рекомендации, о том, можем ли мы использовать различные методы лучевой терапии в лечении больных раком предстоятельной железы группы промежуточного прогноза, то увидим, что чётких данных за использование того или иного метода на сегодняшний день профессиональные сообщества не рекомендуют. В связи с чем мы решили проанализировать, а как же наши данные, какие возможности есть, какой анализ мы можем провести по нашим данным по сравнению бракетерапии и больных, которым выполнялась радикальная простатокотомия. У нас собралась достаточно большая когорта пациентов, 124 тем, которым выполнялась радикальная простатокотомия, 93, которым выполнялась бракетерапия. Группы были достаточно однородны между собой, за исключением того, что больные, которым выполнялась операция, были несколько моложе, 61 год против 65, и им несколько реже назначалась гормонотерапия перед операцией, 16% против 30. Назначение гормонотерапии перед бракетерапией было обусловлено двумя факторами. Первый — это уменьшение объёма предстоятельной железы для технической возможности выполнения бракетерапии. И вторая возможность, а вторая реальность, с которой мы столкнулись, что многим пациентам после того, как диагностировали рак предстоятельной железы, мы его назначали гормонотерапией, к нам они уже приходили с назначенным лечением, хотя, в общем, можно было его и не делать. Если говорить про простатокотомию, то у нас использовались варианты открытой операции, это были с 2001 по 2014 годы, средняя продолжительность операции составила аппаратка 3 часов, кровопотеря около 1 литра, при этом тазовая лимфоатоноктомия выполнялась почти всем пациентам, а сохранение сосудистой нервного пучка было у 60% больных. И, естественно, после операции у некоторых больных происходила миграция стадии. Хочется отметить, что увеличение стадии произошло почти у 35% больных. Это и увеличенная распространённость по предстоятельной железе, и диагностика поражения региональных лимфатических узлов. Также у 11% пациентов был положительный хирургический край, что потребовало дальнейшего лечения, в частности, проведение в послеоперационном периоде лучевой терапии, проведение гормонотерапии, что порядка 20% пациентов получали в послеоперационном периоде ещё и дистанционную лучевую терапию. Брахиотерапия выполнялась у нас с источниками йода-125 и больных промежуточного прогноза в тот же временной интервал 93 мы пролечили. Доза общая на предстоятельную железу составила 145 грей. Среднее время операции было примерно в 2 раза меньше, чем простатокотомия. Мы где-то там за чуть больше часа, полтора часа примерно выполняем в среднем эту процедуру. В среднем у нас имплатируется меньше 70 зерен, при этом с очень хорошим уровнем покрытия. У нас средний объём предстоятельной железы, получившей 100% дозы, составил более 98%. При том, что объём на 10% уретры проходил из дозов 194 грей, а на 10% прямой кишки – 146 грей. И такой важный показатель с точки зрения оценки токсичности ректальной – это объём прямой кишки, получившей 100% дозы. Он составил менее 1 кубического сантиметра у практически всех пациентов. Также через месяц мы проводили дозиметрическое планирование и считали дозное распределение у пациентов. И оказалось, что у всех пациентов доза на 90% объёма предстоятельной железы составила более 145 грей. То есть, в общем, удовлетворительные результаты планирования и проведения самой бракетерапии, как мы считаем. С точки зрения осложнений простатоктомия характеризуется, конечно, в первую очередь хирургическими осложнениями, которые отсутствуют при бракетерапии. Да, это и воспаление, и тромбоз, и состоит из астамоза. Но осложнения эти крайне редки, к счастью. А вот то, что боятся многие наши пациенты, это ухудшение удержания мочи. И в течение первого месяца оно наблюдается практически у третьих больных. Однако через полгода только 18% имеют стрессовое недержание мочи, а удержание более, так сказать, выраженное, оно наблюдается крайне-крайне редко. Что касается эректильной функции, то 41% больных отмечали наличие эрекции после проведённой операции. Бракетерапия — совершенно другой спектр осложнений. В первую очередь связан с абструкцией нижних мочевых путей, которые в основном регистрируются в первые месяцы после бракетерапии. Почти две трети пациентов у них есть явление уретрита первой-второй степени. Однако уже через 6 месяцев вы видите, что эти симптомы остаются менее чем у 10% больных. И только у 6% была острая задержка мочи, и всего двум пациентам потребовалось выполнение турпростаты. Эректит — очень редкое осложнение, практически не возникающее у наших пациентов, только в первой степени то всего у трёх пациентов в течение короткого промежутка времени после имплантации источников. При этом сохранять эректильную функцию даётся порядка 60% больных. Для первичной конечной точки в нашем исследовании была выживаемость без биохимического рецидива, и критерии биохимического рецидива для этой когорты пациентов, для этих когорт пациентов они разные. При бракетерапии используется такой критерий, который называется критерий «Фениксом», потому что в этом городе было сообщество, которое его рекомендовало. Это повышение ПСА более чем на 2 нанограмма в миллилитре по сравнению с самым низким уровнем, в то время как для радикальной простатоктомии критерием являлось повышение ПСА больше, чем на 0,2 нанограмма. Поэтому вот эти разные критерии, но это во всём мире они так используются, и они легли в основу нашего анализа. При медиане наблюдения 5 лет мы имеем следующие результаты. Выживаемость без биохимического рецидива составила 75% для группы радикальной простатоктомии и почти 92% для группы бракетерапии. И эти различия были статистически значимыми. Что касается общей специфической выживаемости и вообще общей выживаемости, она оказалась очень высокой, подсекала почти 100% и не отличалась достоверно в этих двух группах. Если мы посмотрим на факторы риска биохимического рецидива, то окажется, что в группе простатоктомии более высокий уровень ПСА, более распространённая стадия болезни, и наличие по отсутствию метастазов в рюмсоузлах достоверно влияло на частоту возникновения рецидива. Если же мы посмотрим на группу бракетерапии, то окажется, что там значимые факторы эти значимые не повлияли. Сложно объяснить, с чем это связано, может быть, с недостаточным числом пациентов, вошедших в анализ. Если мы сравним вообще выживаемость больных бракетерапии и радикальной простатоктомии, мы увидим, что есть существенная разница в этой выживаемости. В основном она за счёт больных с благоприятным промежуточным прогнозом. У больных с неблагоприятным промежуточным прогнозом статистически значимой разницы в выживаемости показано не было. Что нам говорит мировая литература? Говорит о том, что несколько исследований было проведено, в частности, это был большой метаанализ, в который было включено более 50 тысяч пациентов с разными лечениями локализованного рака предстательной железы. И тут мы видим этот синий кружочек, это бракетерапия, красный кружочек – это хирургия. И мы видим, что вот красный кружочек, вот этот вот, вал такой, точнее говоря, он несколько ниже, то есть выживаемость больных, она несколько хуже в результате этого метаанализа получилась, чем тем, которым выполнялась бракетерапия. Причём это было показано в анализе наших американских коллег, наши европейские коллеги. Проведя анализ, заметили некоторые другие результаты, вот в частности, два исследования, которые здесь выделены, здесь сравнивались именно бракетерапии с радикальной простатоктомией, и в этих исследованиях преимущество отдавалось именно хирургическому подходу. С чем это может быть связано? С разными видами контроля уровня ПСА. Мы говорили о том, что разные критерии определения уровня ПСА, и вот если нивелировать эту разницу, возможно, и разница в выживаемости также нивелируется. Общая опухольспецифическая выживаемость, как я уже говорил, она статистически не отличалась в группе, в которой выполнялась бракетерапия, в группе, в которой выполнялась радикальная простатоктомия. Ну и в виде такой высокий уровень общей выживаемости, выживаемость опухольспецифичной, если мы посмотрим на рекомендации, то окажется, что, может быть, этих пациентов вообще не стоило лечить, потому что активное наблюдение за ними может быть разумной опцией, но всё-таки это в большей степени, если мы посмотрим на международное сообщество, это больше, рекомендация международного сообщества, больше характерна для пациентов с низкой ожидаемой продолжительностью жизни, меньше 10 лет, для пациентов с хорошим самочувствием, с хорошим статусом, с отсутствием коморбидного фона, с ожидаемой продолжительностью жизни, более 10 лет, и радикальная простатоктомия, и дистанционное наблюдение, или брахиотерапия могут быть вариантами, которые назначаются этим больным при промежуточной группе прогнозов. Таким образом, наше исследование показало, что брахиотерапия обеспечивает хороший контроль за опухолью при имплантации источников ЙОС-125, и выживаемость без биохимического рецидива в течение 5 лет в нашей когорте пациентов составила 92% при высоком качестве жизни этих больных, и низким уровнем обструкции нижних лучевых пузырей, и хорошей эректильной функции. И брахиотерапия в монорежиме может быть рекомендована для пациентов с благоприятным промежуточным прогнозом, может быть даже в несколько большей степени, чем хирургическое лечение. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...